Так, ну что ребят, всем привет, сегодня обсудим криптовалюты, которые ни в коем случае не стоит покупать на текущем падении, да, и на относительном дне, понятное дело, что могут дать дно, а потом второе и третье дно в подарок, и еще ниже можем пойти, я вполне это допускаю, но опять же таки не особо верю, я считаю, что вероятность достаточно мала, если прямо решат вытрусить по полной, либо шибанет кризис какой-то жесткий, да, по той же фонде, хотя наоборот, я считаю, что даже если специально могут сделать что-то, так как все люди верят в корреляцию, там, S&P 500, NASDAQ и биткоина, да, то, соответственно, потом они просто в рост пустят ту же самую крипту, а люди будут скидывать и думают, что это опять фейковый отскок, ну, а мы уже пойдем в рост, поэтому вполне это допускайте, и как раз в этот момент и произойдет это историческое событие, когда у нас произойдет уже окончательная раскорреляция и рассоединение биткоина с фондовым рынком, и биток уже, и альта будет ходить само по себе, вот, поэтому, ну и можете посмотреть на канале, как бы, мне уже заколебалось, честно, делать ролики про луну, я вижу, что они заходят, да, я понимаю, что, чтобы появлечь трафика там и все дела, и чтобы были просмотры, надо делать такие ролики, но мне, честно говоря, впадло, у меня уже заколебала эта тема с луной, она мне неинтересна, вот, поэтому я не люблю делать то, что я не хочу, и поэтому роликов, скорее всего, по луне больше не будет, если там какой-то будет инфоповод интересный, опять же-таки, для меня в том числе, тогда может быть сделано, вот, ну, а, как вы видите, про эволэнч я рассказал, тоже отчасти по поводу луны, про EPS, ну, как бы, это только те, кто держит данную монету, интересно, там, тысяча просмотров, про XRP почему-то никому не интересен уже, хотя я уверен, что он скоро, ну, относительно скоро может выстрелить, да, и выше там и на 4 доллара, и на 3, ну, как бы, если кому интересно, посмотрите, вот, ну, давайте перейдем к монетам, чтобы не жевать сопли, это такое, вступление, ну, первым делом, конечно же, я бы не покупал бы ни в коем случае анкор, естественную, а луну, я думаю, понятно, да, по каким причинам объяснять тут не стоит, и, соответственно, да, тут какие-то отскоки произошли, но это все херня, это потому что рынок в целом отскочил, и можно глянуть, там, тот же FTM у нас отскакивает, да, и другие монеты, то есть объемы у нас подросли, и, соответственно, отскоки у нас пошли на те же, там, 25-30%, ну, опять же-таки, вполне допускаю, что с этих отметок уже может начаться рост, но я бы особо не обольщался, вот, так, какие монеты не закупать, ну, естественно, анкор, луна, меня многие спрашивали, если кто еще не допер, то, вот, объясняю по поводу, соответственно, UST, то же самое, UST я бы тоже не закупал, хоть у нас отскок тоже здесь и пошел, но это все херня, стоит он, там, 6,5 центов, это вообще ни о чем, то есть, смысла UST, там, откупать и пытаться на скоках, там, заработать, я бы не стал бы, вот, то же самое я сказал бы про USDD, USDD я бы тоже не лез бы, как видите, здесь у нас падение было там и на 0, получается, сколько там, 0,97, ну, опять же-таки, это старт, понятное дело, но почему, потому что тут тоже это алгоритмический стейблкоин, но это мое мнение, опять же-таки, еще я бы не лез бы в трон сейчас, почему, потому что трон, я планирую по нему выходить, я вам скажу такую инсайт инфу, кто смотрит постоянно мои ролики, соответственно, в закрытом клубе я тоже об этом сообщу, ну, в принципе, вот, сообщаю в ролике, если кто не успеет, вот, поэтому, соответственно, я подписал бы, что я фиксанулся, да и все, вот, я жду выхода хотя бы к вот этим отметкам, чтобы мы пришли в район, там, 13-15 центов, может быть, даже 20, ну, 17-18, 20, там, посмотрим по ситуации, то есть, я буду по нему выходить, когда будет уже финальный памп, там, и так далее, вот, я буду из него выходить и посмотрим, в принципе, я не буду ждать цели, там, в 30 центов, в 35 центов, я не вижу в этом смысла, во-первых, и во-вторых, почему я решил выйти, потому что алгоритмический стейблкоин и по трону может повториться судьба луны, поэтому я не хочу рисковать, я, может быть, оставлю какой-то маленький процент от трона у себя, но в целом, как минимум, половину монет я скину, вот, вот это то, что я буду делать, но это мое мнение, потому что я не хочу, я лучше перелью эти деньги в тот же самый биток, эффектом, BNB и так далее, вот, если же по поводу монет, вы, как говорите, критикуешь, предлагаю, да, но, в принципе, BNB у нас тоже потихонечку стартует, в принципе, я говорил, ну, вот, гляньте, с 1, плюс 50 процентов, многие говорят, что, типа, нет, это нихера не дно там и так далее, ну, посмотрим, может быть, да, это фейковый отскок и дадут еще ниже вот этого, куда-то сюда, опять какой-то сквиз там выкупят и потом погнали наверх, параболически, но я считаю, что это уже было одно, но это мое мнение, опять же-таки, можете ждать ниже, 20 тысяч, 15 тысяч, вот, биткоин у нас, в принципе, биткоин не так сильно растет, альта у нас, ну, судя по всему, доминация упала, вот, эффект тоже самое, на отличных отметках сейчас, XRP тот же самый, давайте глянем, XRP у нас по 42 цента, вот, если есть какие-то вопросы по мне, то можете писать под этим, ну, давайте глянем, допустим, что у нас там по S&P 500, в принципе, тоже выкупили, как вы видите, ниже уровня не идем, SPY давайте глянем, вот, SPY то же самое выкупили, не дали пойти ниже T180 и NASDAQ у нас индекс тоже основной, тоже выкупили, да, тоже выкупили, не дали ниже 11500 пойти, поэтому, ну, пока что такая вот situation у нас, ну, давайте глянем, что там по акциям обычным, по той же Tesla, допустим, вот, ну, тоже выкупили, в принципе, повторяет она движение остального рынка, вот, и давайте глянем, биткоин доминацию, скорее всего, она сейчас упала, да, падает доминация, поэтому у нас альта и начинает расти, вот, и что, на самом деле, сейчас не стоит закупать, давайте я вам покажу, это у нас анкор, это у нас луна, я бы, естественно, не брал бы сейчас, ну, если вы можете свободную сумму вложить, это уже ваше право, я бы не брал бы, естественно, мемкоины, типа, там, шибы, флоки, хироки, там, доги, ну, опять же таки, я бы лучше вложился в что-то более стоящее, опять же таки, ну, на свободную сумму, да, но, что брать именно в первую очередь, естественно, в первую очередь их брать не стоит, ну, это мое мнение, в первую очередь, естественно, это биток, а потом уже все остальное, вот, я считаю, самое основное, это вот биток, эфир и BNB, Ну, у каждого может быть свой топ, может у кого-то это биток эферы XRP, там, либо биток XRP, там, ада, ну, то есть, как хотите. Второе, я бы не брал бы ни в коем случае тоже Solano, опять же таки, на свободную сумму, да, почему, потому что здесь неограниченная миссия, могут проводиться еще разлоки, может ли она там пойти на 250-300 долларов, может, я не исключаю данной возможности, потому что, как всегда, мне потом скажут, вот она сходила, а ты сказал, не надо ее брать. На свободную сумму, да, можно взять, но, во-первых, неограниченная миссия, во-вторых, могут быть разлоки, и, в-третьих, у нее постоянно какие-то перебои с сетью, и доверие к ней все падает и падает, вот, нужно это понимать. Да, она хорошо скорректировалась, там, в 5 раз все дела, но, опять же таки, Solano, там, и все монеты, у которых неограниченная миссия, я бы их не брал бы, вот, это, конечно, не 100% ушибы, то же самое, до сжигания, она там подросла, чисто на вере людей на хапе, и плюс тут неограниченная миссия, монет, вот, херова туча, да, триллионы там, и это не мешало ей подрасти, там, и в 20, и в 30 раз, и больше, да, но, в целом, я бы не строил себе иллюзии, и все-таки прислушался к моему совету, а там уже, конечно, поступайте, как знаете. Вот, то же самое, еще, что я хотел сказать, тоже монеты какие-то непонятные, то есть, я бы не лез бы сейчас в ГМТ, то есть, ну, давайте по графику глянем, что на нее смотреть, там, на CoinMarketCap, вот, в ГМТ тоже я не вижу смысла лезть. То есть, опять же-таки, да, тут неплохая тоже зона поддержки, она может отсюда сходить и впрямь сюда, но я бы не строил себе иллюзии, типа, не поддавался вот этому хайпу, ну, максимум, она достигнет 3x, а если вам достаточно, и вы хотите сверх рисковать, я бы выделял бы максимум 1% от депозита, и то это потолок. Вот, в ГМТ, FitFit, там, еще в какие-то монеты, могут ли они дать повторно? Могут, но, опять же-таки, я бы особо не обольчался на этот счет, соответственно, а, еще в какую монету я бы не лез бы, это Waves, Waves, потому что тоже тут алгоритмический стейблкоин, монету задампили, полностью уничтожили, я считаю, тоже была перспективная монета, старичок рынка, все дела, то есть, она существует уже, по-моему, там, с 17-го года, да, то есть, она тоже, с 16-го, даже с 16-го года, то есть, видите, и тут ее начали дампить, и, естественно, я бы не лез бы, там, ни в USDN, я бы не лез, ни, соответственно, ни в какие-то другие стейблкоины, то есть, ну, и Таина была такая монета, да, вот, получается, у нас USDN, это у нас стейблкоин, получается, Waves, вот, в него я бы тоже не лез бы, вот, и плюс, соответственно, та же самая здесь ситуация, что здесь мы могли проваливаться на более низкие отметки, как видите, там, и на 70, на 80 центов, поэтому тоже люди пишут, что скамгалимы, и нет смысла заходить, поэтому тоже избегайте стейблкоины вот эти, если подытожить, давайте вкратце, это у нас стейблкоины алгоритмические, то есть, это у нас, ну, я не помню, USDN, по-моему, тоже алгоритмические, поправьте меня в комментах, если я не прав, это у нас USD, USDD от Торона, и это USDN, вот, вот эти стейблы я бы ни в коем случае не лез бы, вот, а, как говорится, критикуешь, предлагай, я бы хранил бы в USDT, в USDC, в BUSD и в DAI, вот, вот эти можно, но, опять же-таки, большую часть я все-таки хранил бы в, ну, если вы доверяете бирже Binance и верите в нее, тогда, понятное дело, там, BUSD, но я храню лично на равными, равными частями, то есть, USDT, USDC и BUSD и немножко DAI, вот, поэтому DAI, там тоже могут быть проблемы, поэтому я в DAI хранил бы меньше всего, но это мое мнение, опять же-таки, можете поступать, как считаете нужно, можете большую часть в DAI держать, вот, а по поводу криптовалюты, то же самое, я бы сказал, что, в первую очередь, биток, эфир, BNB, это моя позиция, а потом уже все остальное, щиткоины, всякие там, мемкоины можно брать, но не более от одного, ну, потолок, вернее, 1% от депозита, вот, ни в коем случае не брал бы Waves, также не брал бы Tron сейчас, опять же-таки, если хотите заработать на каком-то там пампе и выйти с него, попробуйте, но, в целом, я его сейчас докупать не буду и в будущем докупать не собираюсь, вот, потому что, из-за того, что алгоритмический стейблкоин, хоть Джастин Сан там и сказал, что у них будет подкреплено все там и битком, и, соответственно, и фиатом, да, USDT, там, неважно, ну, стейблами, короче, все равно, я считаю, что может повториться судьба, если Waves уже повторил эту судьбу, Luna, то, соответственно, Tron тоже может повторить данную историю, ему как ни хер делать, это можно сделать, поэтому Tron, я тоже выходил бы на вашем месте из него, когда будет хороший памп, ну, если вы хотите, можете и в ноль выйти, но я подожду какого-то роста по нему, вот, потому что некоторые позиции я брал чуть выше и, в целом, я, ну, в небольшой просадке, ну, надо немножко подождать, поэтому сейчас халява взять XRP, который, если вы ждете его там по 4, 5, 10 долларов, вообще халява взять по 40 центов, там, 42, вот, Solano не брал бы, ну, и, соответственно, другие монеты, которые имеют неограниченную эмиссию, я надеюсь, ответил, поэтому вот такое вот мое мнение, пишите в комментах, что вы не будете покупать, а что наоборот будете, и, соответственно, вопросы по вашим монетам, которые хотите, чтобы я рассмотрел, скам это, либо не скам, поэтому всем удачи, всем пока, и вот такое вот мое мнение по рынку криптовалют, тарил бы, в первую очередь, биток, потому что биток это цифровое золото, да, и, соответственно, если криптовалютный рынок будет в дальнейшем жить, я тарил бы, в первую очередь, его, естественно, вот, ну, и, понятное дело, если кто там есть фанатики эфира, как и, ну, не то, что там я, я не фанат эфира бешеный там, потому что я не таю его там десятками и сотнями, вот, поэтому, но, в целом, кто верит в него по 5, по 10 тысяч долларов, в принципе, в долгосрочной перспективе, вполне возможно, и BNB по 1000 долларов, вообще без проблем, вот, поэтому такие дела, а, ну, еще хобби токен, да, хобби токен, многие сейчас разочаровались, те же блогеры, но я считаю сейчас отличная возможность его приобрести по копеечной цене в 7 долларов, он там болтался по, соответственно, 10, 8, 9 долларов, сейчас он опустился тоже там на 20-30%, сейчас можно его наоборот еще добрать, кто хотел это сделать, все, всем удачи, всем пока и до новых встреч, пишите в комментах свое мнение.